Здравствуйте, дорогие гости и постоянные зрители! А давайте вместе приготовим сегодня вкуснейший творожный пирог со штрейзельной крошкой. Эта выпечка отлично подходит к чаю. Я пеку ее круглый год. Несмотря на то, что мои дети не любят творог, французскую ватрушку они едят с удовольствием. Итак, приступим! Сначала готовим штрейзельную стружку. Для этого нам потребуется сахар, мука и сливочное масло. Пропорции всех продуктов вы найдете в инфобоксе под видео. Масло лучше предварительно убрать в морозильную камеру на 15-20 минут. Муку смешиваем с сахаром. Достаем масло и натираем его на крупной терке. Далее добавляем его в смесь муки с сахаром и перетираем все руками. Получаем крошку. Учтите, затягивать эту процедуру надолго не нужно, так как масло может растаять и крошка не получится. Посмотрите, какая рассыпчатая и красивая сахарная крошка у нас получилась. Пересыпаем ее в миску и убираем в холодильник. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео. Конечно же, если оно вам понравилось. Именно по лайкам я вижу, насколько мой труд полезен и интересен для вас. Вернемся к рецепту. Приступим к приготовлению начинки. Берем творог, добавляем в него яйца и сахар. И все перетираем вилкой. Консистенцию начинки можете выбирать сами. Сейчас я сделала более грубую начинку. Кусочки творога будут ощущаться более четко. Но иногда я все же делаю более мягкую, кремоподобную начинку из творога. Для этого просто перетираю массу в блендере. Если вдруг случится так, что начинка будет очень жидкой, можете откинуть ее на металлическое сито и дать возможность стечь лишней жидкости. Такое бывает крайне редко и скорее зависит от содержания жидкости в твороге. Далее все проще простого. Берем форму, смазываем ее края сливочным маслом или маргарином. На дно лучше положить пергаментную бумагу. Под рукой у меня не оказалось средней формы для выпекания, поэтому я буду выпекать ватрушку в два приема. На дно высыпаем слой крошки, примерно 1,5 см. Далее выкладываем такой же слой начинки. Поверх снова присыпаем крошкой и ставим выпекаться в духовку. Выпекаем 35-40 минут при температуре 220 градусов. Не забудьте проверить готовность выпечки деревянной шпажкой. Разрезать пирог лучше всего в горячем виде. Моя французская ватрушка остыла, поэтому при разрезании корочка слегка лопается. Но, конечно, на общий вкус десерта это не влияет. На этом у меня все. Готовьте в удовольствие и делитесь рецептом с друзьями. До новых выпусков и до новых встреч на Кукише. Всем пока!